Художественная гимнастика В конце 1940-х годов разработаны классификационная программа и правила соревнований. В 40-е годы развитие художественной гимнастики, так же как и всего советского спорта, практически остановилось из-за Великой Отечественной войны. В 1945-м создана Всесоюзная секция художественной гимнастики, преобразованная в 1963-м в Федерацию СССР. Основателем Уральской школы художественной гимнастики с 1945 года была первый заслуженный тренер сборных команд Российской Федерации и Советского Союза, кавалер ордена «Знак почета» Елизавета Алексеевна Облыгина. Она приехала к своей старшей сестре, которая работала старшим тренером в Свердловском техникуме физической культуры. И с 1942 года по 1944 она была студенткой данного техникума. По окончании техникума ее приняли во дворец пионеров преподавателем кружка художественной гимнастики. А в Ленинграде она танцевала в ансамбле «Обранта» и училась тоже во дворце пионеров в студии художественного движения. Вот откуда у нее и запасы. Помимо всего, она еще очень талантливый постановщик. Она прекрасно ставила упражнения и была лучшей в России, в Союзе и даже в мире по постановке произвольных упражнений. Елизавета Алексеевна Облыгина, выступая в качестве тренера-постановщика, оказала огромное влияние на развитие художественной гимнастики не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире. В 1954 году впервые была введена мастерская программа и первым мастером спорта СССР стала свердловчанка Лилия Назмуддинова. Волнений было очень много, потому что это желание, которое у каждого спортсмена стать мастером своего вида спорта. И очень к большой радости нашего Урала, нашего тренера, я стала чемпионкой, абсолютной чемпионкой Советского Союза, которое дало право при выполнении норматива мастера спорта получить это звание. И, конечно, эта гордость сопровождала меня долго и долго. Гимнастки спортивной школы при Свердловском дворце пионеров на протяжении многих лет 18 раз становились чемпионами РСФСР и СССР. Елизавета Алексеевна подготовила более 100 мастеров спорта СССР по художественной гимнастике. Она дала яркую спортивную жизнь многим своим воспитанницам и тренерам. Самыми яркими и знаменитыми стали сестры Назмуддиновой – Лилия, Розалия, Эльмира и Альфия. Я думаю, что мы внесли огромный вклад в нашу область, Россию и Советский Союз в свое время. За рубежом знают о нашей династии и всегда очень душевно отзываются о нас при встрече на международных турнирах, когда мы приезжали в качестве почетных гостей по приглашению Ирины Александровны Винер, которая не забывает ветеранов спорта. Конечно, огромная благодарность родителям, нашей сестре-старшей, моему первому тренеру и нашей дорогой Елизавете Алексеевне, которая нас вывела на спортивную огромную арену, где мы показали, я думаю, самые лучшие результаты. Тренер от Бога. Все семь лет мы занимались каждый день вместе с ней в одной зале. И все тренировки проводились под ее чутким руководством. Замечательный человек. Таких я больше не встречала. Ну, наверное, так и должно быть. В память о своей наставнице, спортивное общество «Трудовые резервы» и спортивная школа «Олимпийского резерва» учредила и проводит традиционные соревнования – кубок Елизаветы Алексеевны Облыгиной. Но еще при жизни я обещала Елизавете Алексеевне Облыгиной, что будет такой турнир в ее честь, потому что это история наша. И я рада, что все получилось и удалось. Основателями этого турнира были прежний директор нашей школы, Антропова Марина Анатольевна, и я. И этот турнир в этот раз будет 29-й раз проходить, на следующий год юбилейный. Вторым великим тренером нашего города была Виолетта Сахацкая, трехкратная абсолютная чемпионка Советского Союза, мастер спорта. Заслуженный тренер СССР Виолетта сумела привить любовь к художественной гимнастике большой плеяди юных спортсменок, которые добивались высоких результатов. У нашего славного тренера Виолетты Евгеньевны было очень много хороших девочек-воспитанниц, которые становились членами сборных команд России и Советского Союза. Она воспитала 40 мастеров спорта, более 60 кандидатов. За годы становления и развития художественной гимнастики в Свердловской области было воспитано 12 чемпионок мира и Европы, 6 олимпийских чемпионок и призеров Олимпийских игр, 1996 год, Атланта, бронзовые призеры Елена Кривошей и Юлия Иванова. Золотые призеры 2000 год, Сидней, Австралия, Ирина Зильбер и Мария Нетесова, 2004 год, Афины, Греция, Ольга Гладских и Елена Мурзина, 2008 год, Пекин, Китай, Анна Гавриленко, 2016 год, Рио, Бразилия, Анастасия Татарева. 11 заслуженных тренеров России Наталья Каштанова, Наталья Горбулина, Ирина Симоненкова, Вера Пастухова, Оксана Христинович, Нелли Китайская, Розалия Ратманская, Раиса Черноголова, Ольга Гаврилова, Алифтина Алексеева, Надежда Кравцова. Три заслуженных работника физической культуры России Галина Амелькина, Марина Антропова, Наталья Бурдейная. Воспитание олимпийских чемпионок – это не только тренерская работа. Успех гимнастики во многом зависит от хореографа, который учит передавать движениями тела определенные эмоциональные состояния, различные настроения и чувства. С нашими чемпионками уже более 20 лет работает талантливый хореограф Ирина Иванова. Художественная гимнастика у нас – это тело, грация, смелость, яркость, неординарность. В общем, такую гимнастику воспитать очень сложно. Новые звезды художественной гимнастики в нашем регионе – это Анастасия Татарева, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. А также Алиса Саркисян и Дарья Приданникова – мастера спорта международного класса. Тренеры гимнасток Лариса Кузнецова и Ирина Зильбер. На сегодняшний день художественная гимнастика Свердловской области развивается с невероятной скоростью. Область насчитывает 16 школ, 8 из которых находятся в Екатеринбурге. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует ежедневно и трудится на славу в художественной гимнастике. Низкий поклон нашим ветеранам, низкий поклон нашим чемпионам. Конечно, огромное-огромное спасибо тем людям, которые сейчас воспитывают новое поколение. Я желаю всем сил, успехов, веры в себя, в своих воспитанниц и непременно командной работы. Когда мы будем вместе, у нас все получится. Художественная гимнастика – это больше, чем спорт. Это искусство. Мы создаем будущее вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова